Где все не по закону, рано или поздно жди беды. Это твердое убеждение Сергея Сергеева оправдалось в очередной раз. Еще совсем недавно на пресс-конференции с журналистами он подобную ситуацию предположил, объясняя свою непримиримую борьбу с караван-сараями незаконной торговли. Есть русская пословица, где тонко, там рвется. То есть о этой территории, конкретно о песчаном проезде номер один, и прилегающей к нему улицы песчаная, морская, виноградная и так далее. Это предельно плотная застройка. Второе. Много лет идет уже разговор о тех ролетах, которые явно выходят за красную линию. Они суживают тротуар, они суживают проезжую часть. Более того, особая озабоченность, и глава ставил задачу постоянно мониторить эту ситуацию, это с тем транспортом, который мешает проезд. Даже в простые будничные дни, не говоря о выходных и других днях, проезд просто на легковом автомобиле там затруднен. По головотяпству и жадности тех, кто занимается вот этими ролетами, по нашим подсчетам сужение проездной части составляет от 30 до 40%. То есть две машины легковые там разъезжаются с трудом. И после пожара эта ситуация нисколько не изменилась. И после тоже автомобиля на своем месте. Можно только догадываться, как тут пришлось сегодня пожарным. Мы посчастливились, что утром была минимальная загруженность этого проезда и смогли вовремя подойти спасательные службы. В 7.22 поступил сигнал о возгорании. И буквально через 5-6 минут уже три караула там работали. Благодаря именно вот этим быстрым действиям нам удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Хотя пострадал прилегающий трехэтажный дом, где выгорело и оплавились пластиковые четыре окна. Если бы это случилось ночью, не избежать было бы и жертв. А пока высоковольтные провода над самыми крышами ларьков отключили вовремя. И вопрос об эвакуации не возник. И без жертв обошлось. Хотя обуглившиеся манекены словно последнее предупреждение в деле борьбы со стихийной торговлей. Пожарные выясняют причину возгорания. Продавец пытается объяснить, что уходя все электроприборы выключало. Когда уходили в завесе, у меня полностью не выключат. Потому что у меня вверх горит. А где вы выключаете? Включайте. Взрыв здесь. На каком основании там вообще включаются электроприборы? Почему стоит только закрыть подобные шалаши вон на месте, как они с непостижимой скоростью возникают в другом? И разве можно подобную торговлю считать цивилизованной? Она невозмутимо продолжается в тех же рядах, даже тогда, когда пожарные разбирали завалы.